Ребята, привет! И добро пожаловать на нашу кухню! И сейчас мы исполним для вас что-нибудь новенькое и... и какое? И неожиданное! Так, чувствую, что ты уже приготовила что-то интересненькое, да? И я хочу, чтобы ты это попробовал и сказал, что это такое. Так, 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 так... Ой, подожди! А я это... не стану козлёночком? Ну кто ж тогда будет везти Хрюше? Давай, пробуй, не бойся. Ну ладно, да. Ой! Ой-ой-ой! Это же... это же так вкусно! Так, только что это такое? В общем, какой-то... какой-то знакомый вкус. Даю подсказку. Это напиток, который ты пьёшь каждый день? Вода? Нет. Нет. Тут вкус это персиков, компот. Тоже не совсем похоже. И точно не просто сок. Инна, я сдаюсь. Говори. Это холодный чай. А-а-а! Я знаю. Это чай, который давно остыл, правильно? Ну, не совсем так. Это чай, который специально охладили для того, чтобы смешать его с другими ингредиентами и получить освежающий напиток. Ого! Вот оно что! Ну что, понятно. Инна, ты покажешь нам с ребятами, как готовить вот такой чай? Обязательно. Но только если ты мне немного поможешь. Хе-хе-хе! Сейчас-сейчас. Вот я достала свой половничек. Говори, что нужно. Так, нам нужны персики, клюква, клубника, сахар и немного мяты. Хе-хе-хе! Что-нибудь ещё нужно? Да. Нужна ещё одна кастрюля, питьевые сливки, вода, готовый чай. И чуть позже нам понадобится лёд. Но я скажу тебе, когда. Хорошо-хорошо. Мой половничек сделает всё в любой момент. Хе-хе! Хе-хе! Ну как? Отлично! Ребята, сегодня рецепт будет выглядеть следующим образом. Мы покажем вам, как готовить необходимые ингредиенты. Но использовать будем те, что мы приготовили заранее. Просто для того, чтобы никто не утомился ждать, пока остынет фруктовая вода и чай. Лично я согласен. Ура! Тогда приступаем. Для приготовления холодного чая нам понадобится некрепкая заварка. Вот, Брюша её уже сделала. Да. И фруктовая вода. Для этого мы возьмём две кастрюли. Ой! Подождите, а зачем нам две кастрюли? Я забыла сказать, что мы сделаем два вида холодного чая. Один с клубникой и мятой, а другой с персиками и клюквой. Ох! Здорово! Наливаем в каждую кастрюлю питьевую воду. А теперь добавляем в эту кастрюлю клубнику. Ой! Можно как? Сюда добавляем персики. И клюкву. И клюкву. В каждую кастрюлю добавляем немного сахара. Потому что лично мне нравится, когда больше чувствуется вкус фруктов. Ой! А можно ради меня добавить, но чуть побольше сахар? Ну, хорошо. Я добавлю ещё совсем чуть-чуть. Но ты помнишь, что много сладкого есть вредно. Да, я помню. Угу. Так. Так. И включаем плиту. Теперь ждём, пока вода закипит. Ай, ждём. Клубника. Клубника. Единственная в мире ягода, семена которой находятся снаружи плода, а не внутри. На каждой ягоде их примерно 200 штук. Кстати, она бывает не только красного цвета. Учёные вывели сорт белой клубники со вкусом ананаса. Снимаем с плиты клубничную воду. Так. Так. Отлично. Добавляем мяту. Ух ты. Угу. Ага. Быстро перемешаем. А теперь? А теперь нужно поставить эту фруктовую воду в безопасное место, чтобы она остыла. И точно по такому же принципу мы приготовим персиковую воду. Для приготовления клубничного чая в кастрюлю с водой положите клубнику, насыпьте немного сахара, поставьте на плиту и варите несколько минут. Затем снимите с плиты, добавьте мяту и остудите. Остывшую клубничную воду смешайте в кувшении с чайной заваркой. Влейте сливки. По желанию добавьте в напиток лёд. Чтобы приготовить персиковый чай, нужно в кастрюлю с водой поместить нарезанные небольшими кусочками персики и клюкву. Положить сахар и вскипятить на плите. Затем остудить. Теперь осталось вылить остывший персиковый отвар в кувшин. Добавить чайную заварку и лёд. Итак, друзья, мы показали вам, как делать фруктовую воду. А теперь, чтобы завершить наш рецепт, мы, как и говорили, возьмём уже заранее сделанные заготовки. И добавляем теперь заварку. И сюда. Ой, мне уже не терпится попробовать. Что же это такое? Подожди. Потому что к клубничному чаю нужно добавить ещё сливки. Ох, как красиво. А теперь, Хрюша, готовь свой половничек, потому что нам нужен лёд. А, понятно. Но я вот хотела сказать ребятам, лёд надо класть в холодный чай только с разрешения родителей. Вдруг от холодного у вас горло заболит. Нет, можно? Можно, Хрюша, но только как сахара. Чуть-чуть. Чуть-чуть? Ну ладно. Так, половничка несюда. Давай. Хорошо. Ну, Хрюш, какой чай тебе налить? Клубничный или персиковый? Так. Давай клубничный. Я его ещё не пробовал. Давай. Так. Так, таканчик. Ну, какой белый чай. Ага, себе тоже. Мне немножко льда положили. Ну, конечно, мы же договорились. Да, я как взрослая. Смотри, какие красивые звёздочки. Да, да, да. Два, три. Да. И себе, чтобы по-честному. Раз, два, три. Три. Ну, давай, пробуй. Ой, какая вкуснятина. Ой, спасибо, Инна. Ребята, я думаю, вам обязательно надо попробовать приготовить такой чай у себя дома. Тем более, что это совсем не сложно. Да. Друзья, не пропускайте нашу кулинарную рубрику, ведь у нас впереди ещё много замечательных рецептов. Которые мы хотим готовить только вместе с вами. До скорой встречи. Увидимся на канале Карусей. Пока-пока. Пока.